Если вы думаете, что охота это просто купил ружье и пошел в лес, то ошибаетесь. Каждый охотник для начала должен прийти вот в такую вот школу, где их и учат стрелять. К сожалению для меня, я сегодня выстрелить не смогу, потому что не прошел специальное обучение. И за меня это сделает профессионал, наш инструктор. Внимание, выстрел! Пока мы стреляем, в тире уже получают патроны те, кому сегодня сдавать экзамены. Все точно, как в аптеке. Три патрона получил, осмотрел, замечаний нет. Замечаний нет, значит можно к огневому рубежу. Первым стреляет Артем Фирстов, он пришел в школу, чтобы потом охотиться в дело идет сайга. Значит будет громко. Затвор отвел, опущен. Мужку целик поймал, в пятую мишу. Молодец. Ваши выпадания, десятка. Артем попал точно в цель, в охотнике годится, шутит инструктор. Это все служба в армии, парирует стрелок. Процесс несложный, недолгий, но у меня опыт есть, все-таки обращение с оружием, поэтому мне спокойно далось. Если сама стрельба многим дается просто, то вот над теорией, а это куча нюансов и правил, нужно голову поломать или как минимум ее включить. Что чаще заваливают, теорию или стрельба? Ну почему-то у нас, я не знаю, люди, практики более сильны, чем человек. Сюда приходят научиться стрелять или подтвердить мастерство не только охотники, но и будущие охранники или те, кто покупает оружие для самообороны. Сейчас в Татарстане зарегистрированы более 45 тысяч владельцев оружия. Все они получают разрешение на покупку огнестрельного, либо на его хранение здесь, в полиции. Люди приходят один за другим, но толпы нет на человека не больше пяти минут. Очередей сейчас нет, все легко, быстро, доступно. Учеба прошел, все остальные копии принес и мне очень быстро все сделали, доступно объяснили. Кстати, для владельцев оружия от Росгвардии хорошая новость. Они сдвинули сроки действия разрешений. Действия разрешений с 6 апреля продлены до 1 сентября 2020 года. То есть, начиная с 6 апреля до 1 сентября, у кого срок действия разрешения истекает, они продлены автоматически. На медкомиссии, кроме стандартных врачей, все проходят психиатры и нарколога. Хранить оружие можно только в недоступном. Для всех, кроме хозяина, мести у Ленара Бектагирова, с этим все в порядке. Сей стоит, прикреплен к стене, ключи только у меня находятся. В принципе, поэтому, я думаю, безопасно все это. Подробнее о порядке получения разрешения на покупку или хранение оружия вы можете узнать на сайте Росгвардии. Сергей Хайдаров, Алмаз Зинединов, ТНВ Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисное предложение. Телефон 843-5705-100. КОНЕЦ Көтілмеген куна көттіріп кіне интернет шелтерлеріне ләкеліп жетті. КОНЕЦ КОНЕЦ